Вы сюда пришли слушать про разные полезные вещи. Саша захотел, чтобы я прочитал бесполезный курс. Но он человек интеллигент, но он выразился мягко, чтобы я прочитал теоретический курс. Сейчас я объясню, почему это будет бесполезный курс. Он будет состоять из двух технически независимых частей. Сегодня и все остальное. Сегодня я расскажу то, что называется алгоритм Тарского. Это некий алгоритм, который считается одним из самых трудных алгоритмов в информатике. И я надеюсь, что то, что я расскажу сегодня, будет а. понятно, и б. вы легко сможете запрограммировать. Но я сразу скажу, что это будет крайне-крайне неэффективно. Моя задача ввести вас в эту тематику и пояснить, почему вообще существует алгоритм, а всякие вопросы получения более эффективных алгоритмов, написания более эффективных программ я совсем оставлю в стороне. Потому что сегодня будет рассказ про алгоритм, который на практике совершенно неэффективен. А следующая часть будет ещё хуже. Я буду доказывать, что для логичной задачи про целый число алгоритма не существует. То есть там программировать вообще нечего. Но будет много приложений основного результата, из которого будет видно, что нельзя делать много других вещей, в том числе и построение алгоритмов для других задач. Сегодня часть первая алгоритма Альфреда Тарского. Альфред Тарский родился в Польше, но незадолго до Второй мировой войны эмигрировал в Соединённые Штаты Америки. И в 1947 году Рент Корпорейшн издала его книгу, которая называлась «A Deceiving Method for Elementary Algebra and Geometry». На самом деле он получил свой результат гораздо раньше, в начале 30-х годов. И если вы помните, что в то время вообще не было понятия алгоритма в строгом смысле. Работа Тарского была как бы противовесом работе выдающегося магического логика Курта Гёделя, который доказал, что если у нас имеется достаточно богатая актоматическая система, имеющая дело с целыми числами, то она не полна. Дадутся утверждения, которые в ней нельзя ни доказать, ни опровергнуть. И то, что сделал Тарский, он показал, что если бы у нас будет, грубо говоря, подобная система, но переменные будут не для целых чисел, а для вещественных, то там такого быть не может. Он построил полную систему аксиом, так что любое утверждение либо самого Вадима из этих аксиом, либо его отрицание. Но формально это даёт алгоритм. Мы берём аксиомы, начинаем выводить следствие, 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 и ждём, пока рано или поздно не получится то, что нас интересует, или его отрицание. Но Тарский в то время не смог опубликовать свой результат. Потом он эмигрировал в Америку, потом началась война, и всё было, так сказать, не до этого. И только после войны он это издал в виде книги. Вы можете представить, какой условный был алгоритм, если журнальной статьи не хватало, а пришлось издавать книгу, не очень толстую, но всё-таки книгу. И к тому времени он работал в RAND Corporation, которая была заинтересована в алгоритмах, и поэтому акцент от выводимости из аксиоматики был смещён на алгоритмическую деятельность. А как вы понимаете название книги? Ну, первый вопрос. Тут сказано «elementary algebra in geometry». Как это понимать? Можно понимать по-разному. Можно понимать, значит, в английском языке предлагательные не имеют множественного числа, а в русском имеют. Как это перевести? Разрешающая процедура для элементарной алгебры и геометрии или разрешающая процедура для элементарных алгебр и геометрии? Ну, на самом деле под элементарностью имеются в виду и алгебры, и геометрия. Давайте попробуем разобраться для начала, что такое элементарная геометрия, ну, так сказать, в понимании Тарского для его алгоритмов. Что мы имеем в геометрии? Мы имеем разные задачи. Задача на вычисления. Что-нибудь там посчитать. Гипотенузу по катетам. Задача на построение. Построить округность, в которую вписан данный треугольник. Задача на доказательство. Доказать то-то и то-то. Нас сегодня будут интересовать задачи на доказательство. Про остальные я ничего говорить не буду. Для простоты рассмотрим планиметрию. Всё на плоскости происходит. Что у нас есть? Какие объекты? Как в школе учат? Есть точки. Как говорили древние греки, это то, что они имеют недельные ширины. Есть прямые. Это некоторое множество точек. Есть окружности. Другие множество точек. Ну и можете добавить всё, что вы хотите сюда. Между этими объектами имеются отношения. Точка А лежит на прямой L. Точка А лежит на окружности O. Расстояние между точками А и В равно расстояние между точками А и В. И так далее. Опять же, можете вести удобные для вас отношения. Давайте введём на них обозначения, потому что потом будем писать формулы. Точка А лежит на прямой L. Онлайн АЛ. Точка А лежит на окружности O. Он стёкл АО. Расстояние между двумя точками равно расстояние между двумя другими точками. Existence A, B, C, D. И так далее. Далее у нас имеются некоторые аксиомы, которые мы теперь можем записать на нашем формальном языке. Для любых двух точек А и В существует прямая, на которой обе эти точки лежат. Понятно, мы пишем, что для каждого точки А, для каждой точки В существует прямая L, такая же онлайн АЛ и онлайн БЛ. Аналогично аксиома, если точки А и В различные лежат на двух прямых, то на самом деле это одна и та же прямая. Каковы у них были точки А и В, и прямые L и M, если А не равно B, и А лежит на L, и B лежит на L, и А лежит на M, и B лежит на M, то L и M одна и та же прямая. Ну вот пример теоремы записанной на этом языке. Знаете ли вы такую теорему геометрии? Знакомая теорема? Давайте разбираться. Здесь сказано, каковы бы ни были три попарные точки А1, А2, А3. Существуют точки В1, В2 и В3 где-то, и прямые такие-то. Значит, что мы знаем про прямую L1? На ней лежат две точки А2 и А3, и этим эта прямая однозначно определяется. Аналогично прямая L2 как строится? Через какие точки? А1, А3. А1, А3. И третья прямая L3. Где лежат точки В1, точка В1 где лежит? Она лежит на прямой L1. И где мы имеем прекрасное условие, что расстояние от А1 до В2 равно расстоянию от В2 до А3. То есть эта точка лежит вот здесь. Аналогично точка В2 лежит здесь, и точка В3 лежит здесь. Что такое прямые M1, M2, M3? На M1 лежат А1 и B1 и C. Значит, это медиана, и где-то там лежит точка C. Аналогично другая прямая такая медиана, и третья прямая такая медиана. Издали точки C, остается один выбор общей точкой пересечения. То есть то, что здесь записано, это просто теория о том, что три медианы пересекаются в одной точке. Понятно? Хорошо. Я хочу изменить... Да, задавайте вопросы, если будут возникать, лучше, так сказать, двигаться медленнее, но чем что-либо не понять. Хочу немножко упростить наш язык. Давайте из объектов оставим одни точки и забудем про прямые окружности и так далее. Что при этом произойдет? Геометрия бедницы станет более бедной или нет? Нет. Почему? Потому что мы можем ввести другие отношения только между точек. Говорить, что три точки лежат на одной прямой с отношением онлайн. Говорить, что две точки лежат на одной окружности с центром в точке C. Говорить, что это старое свойство. Значит, то, как обычно излагают геометрию в школе, прямая — это некоторое множество. На самом деле, нам оно никогда не нужно как единый объект, все точки. Нам достаточно задавать прямую с кемом двумя точками. И поэтому все теоремы, вот как раз-то свойства элементарной геометрии состоит в том, что ее можно все теоремы переформулировать как утверждение о конечном множестве точек. Нам не требуются никакие бесконечные множества точек в элементарной геометрии. Вот та же теорема о пересечении медиан в одной точке формулируется в терминах одних точек. Как выводим точки , существуют точки , и выписаны все эти условия без упоминания каких-либо прямых. Можем сделать следующий шаг, который был сделан Рене Декартом. Мы можем приблизиться к алгебре. Мы можем ввести координаты и сказать, что точка это пара вещественных чисел x и y координаты. Отношения будут отношениями между числами. Это соотношения между шестью числами, которые будем по-прежнему так записывать. Это соотношения между точечными числами и это соотношения между четырьмя числами. Поэтому мы можем в очередной раз переформулировать теорему обречения медиан. как вполне алгебридическое, нет, еще не вполне алгебридическое утверждение, просто как утверждение о числах. Как вы бы не были числа А, а между числа Б и С с такими свойствами. И нам остается последний шаг. Избавиться от наших обозначений. Что сделать несложно. Совсем просто записать это условие. Как это сделать? Да, по теоремии Пифагора сумма квадрата в одной части равняется сумма, которая в другой. А это как записать? Но посмотрим, как математика известного анекдота, сведем предыдущие задачи. А что делать с этим онлайн? Ну, во-первых, A и B не должны быть равнений, а A и B не должны быть равнений. А почему? Три точки заводающие лежат на одной прямой. Я говорю, что существует единственная прямая. В моём понимании онлайн существует прямая, на которой они все лежат. Пускай они будут равными. В теореме я специально говорил, что точки различные, если мне это требовалось. Так что если мы игнорируем невозможность совпадения точек, то это после несловных размышлений даёт такое равенство. Это простая линейная алгебра. Итак, мы можем определить наши отношения вполне алгебраически и ещё раз сформулировать теорему о причине и медиан. Вот если вы показываете такую теорему алгебраистам, что они про неё скажут? Что? Ну как, вот вы скажете, что это вы доказали такую алгебрическую теорему. По крайней мере, мы увидели, что можно всё переформулировать про одни числа, два действия слофёния умножения, равенство и неравенство. Аксиоматически надо просто нам было выговаривать как-то. Это выводится к аксиоматике, и всё выводится к эти свойствами. Здесь есть отношение равенства, которое удовлетворяет естественным максимумом. Если а равно b, b равно c, то они равны и так далее. Хорошо, это было про элементарную геометрию. Вопросы? Нет, пока. Что такое алгебра? Ну вот, готовясь к лекции, я решил посмотреть авторитетные источники. Алгебра – один из больших разделов математики, принадлежащей на виду арифметики и геометрии числу старейших и теоретной науки. Задачи, а также методы алгебры, отличающие её от других отраслей и математики, создавались постепенно, начиная с древности. Алгебра возникла под влиянием нужд общественной практики и в результате поиска общих приёмов для решения однотипных арифметических задач. Другой источник, математический и методический словарь, даёт разные определения алгебры. Алгебра, первое, часть математики. В этом понимании термин алгебра употребляется в таких сочетаниях, как гомологическая алгебра, коммутативная алгебра, линейная алгебра, топологическая алгебра. Но это близко к тому, что было в энциклопедии. Алгебра над полем P называем также линейной алгеброй. Алгебра в этом смысле есть кольцо, с которым определено умножение элементов на элементы из P, удовлетворяющие естественным аксиомом. Ну и третий пункт то, что универсальная алгебра. Но мне нравится другое определение алгебры, то есть это не определение, а характеризация. Алгебра — это арифметика линейная алгебра. К сожалению, я не смог найти документальное подтверждение того, кому эти слова принадлежат. Мне однажды сказали, что это сказал великий математик Карл Фридрих Гаусс, но я не смог найти лидературного источника. Так вот, в мою сегодняшнюю лекцию можно было бы озаглавить алгебра — это геометрия для лентяев. Я показал, что геометрические задачи можно сводить к алгебраическим, а всё остальное я буду показывать, как решать подобные алгебрические задачи. Давайте зафиксируем язык алгебре формальной, чтобы нам можно было формально рассуждать. В нашем языке будут обозначения для всех рациональных чисел. Какие хотите, можно придумать обычные обозначения в стандартном языке программирования. И в нашем языке будут переменные для вещественных чисел. Вот это очень важный момент. Обозначения для рациональных чисел, а переменные для вещественных. И никак по-другому мы поступить не можем. Почему мы не можем строить обозначения для всех вещественных чисел? Что? Как мы можем обозначить рациональные числа? Значит, некоторые числа мы можем обозначить, скажем, корень из двух. Как корень, что обозначение счётное число? Что? Обозначение счётное число. Беда в том, что обозначение счётное количество, а вещественные числа говорят несчётное множество. Поэтому при всём нашем желании, если мы хотим оставаться на алгоритмическом уровне, мы не можем иметь явное дело со всеми вещественными числами. О том, почему нам важны переменные для вещественных, а не для рациональных, я поговорю в самом конце, и вы увидите по ходу, как важна непрерывность области изменения переменных. Значит, у нас есть числа, есть переменные. Что нам дальше нужно? Что с ними делать? Операции. Да, значит, переменные у меня будут маленькие латинские буквы, в том числе с синтексами. Нужны операции. Операции у нас будет две. Сложение и умножение. Что мы делаем с помощью этих двух операций? Оставляем формулы. Оставляем формулы. Что такое формула? Мы с их помощью можем строить выражения, которые называем многочленами в произвольном порядке. Нам нужны также отношения. И у нас будет три отношения. Равенство, больше и меньше. Что мы делаем, имея отношения? Что строим? Что строим? Я хочу рассказать, как бюрократ, формально, какие объекты мы получаем. Отвержение – это нечто смысленное, а пока что чисто синтактически. Мы получаем элементарные формулы. Это записи такого вида. Если p и q – многочлены, то запись p равно q, p больше q, p меньше q – это элементарные формулы. А истинные или ложные – это мы пока не обсуждаем. Пока что я описываю язык, на котором мы хотим что-то записывать. Но если есть элементарные формулы, то должны быть и неэлементарные. Как нам строить неэлементарные формулы? Для начала нам нужны логические связки. И, или, не, импликация. Если хотите, вы можете ввести все остальные. И что мы делаем с помощью связок? Элементарные и не только элементарные. Полученные формулы можно связывать дальше, объединять. С помощью строятся просто формулы нашего языка. Если φ и ψ – формулы, то в скобках φ и ψ, или φ или ψ, или отрицание φ, или… φ и ψ также являются формулами. Лишние скобки иногда буду пускать, если ясно, как их восстановить. И чего нам не хватает для полного счастья? «Того, что элементарные формулы…» Что-что? «Того, что элементарные формулы…» Ну да, я это, так сказать, явно не выписал. Значит, элементарные формулы являются проявлением формулы, конечно. Квантеров не хватает. Вот если мы напишем такое выражение и попытаемся спросить, верно ли это утверждение, мы что можем сказать? Ничего. Это выражение, в котором какие-то буковки x, y, мы ничего сказать не можем. Мы можем только спросить, верно ли это при конкретных значениях x или y. Тогда мы можем проверить, что это так или не так. Но мы можем поступить по-другому, и вместо того, чтобы придавать конкретные значения, мы можем задаться вопросом, верна ли формула звёздочка при любых x или y. Или существуют ли x, y такие, что это выполнено. Или верно ли, что для любого x существует y такое, что выполнено в условии звёздочка. Имеючи квантеры, мы можем всё это записать в виде формул нашего языка. Если φ это формула, а альфа переменная, то выражение для каждого альфа φ и существует альфа φ также будут формулами. Вот мы можем записать на нашем языке, верно ли это для любых x и y. Для каждого x, для каждого y и наша формула. Аналогично существуют ли x и y такие, что это выполнено. Ещё пример. А вот теперь посмотрите на две эти строчки. Тут написано одно и то же или не одно и то же? А почему? И там, и там x связано квантером в сёпнести, а y связано... И одинаково, это вставлялся снизу два различных скверика. Правильно. Значит, здесь область действия квантера по y. Вся цифра вся часть, а здесь у этого квантера действует здесь, а этот квантер действует здесь. То есть здесь единый y для каждого x, а здесь два разных y, вообще говоря. Понятно? А что вам сказать про третью формулу? К чему бессмысленно? Здесь y и связаны, а здесь y свободная переменная. Это как у нас было в этом примере. То есть у нас могут быть формулы, в которых одни переменные и связанные мы не должны им придавать какие-то значения, чтобы выяснить, есть ли ложность. А могут быть свободные переменные, как здесь. И прежде чем говорить о том, есть ли ложная эта формула, мы должны y придать какое-то значение, которое подставится сюда, но не сюда. Значит, чтобы говорить об истинности ледовности формулы, в ней не должно быть свободных переменных. Все переменные должны быть связаны квантерами, либо общность, либо существование. Если, например, мы пишем формулу вида, существует y такое что? Внутри формула, а в этой формуле опять существует y такое что? Переопределяем этот вид, когда на 5 есть? Нет. Существует y, что существует y и от y. Значит, мы действуем формально. Вот это y связывает эту переменную, и в этой формуле нет свободных вождений y. Поэтому это y ничего не связывает. Оно никак не может пройти внутрь этого y. Потому что мы могли бы заменить этот y на любую другую переменную. Еще вопросы? А теперь я могу сформулировать основной результат Тарского. Существует алгоритм, позволяющий полевой формуле языка А без свободных переменных узнавать законечное число шагов, является ли эта формула истиной? В частности, вы можете применить алгоритм Тарского и убедиться в том, что три медианы присоединяются в одной точке. Как что-то еще, наверное, надо сказать про аксиомы и правила в будущем? Понятно будет, что значит, что наистину появляется? Я считал, что это более-менее понятно. Можно формализовать, если вы хотите, но для алгоритма... То есть я, конечно, буду пользоваться при обосновании алгоритма разными свойствами аксиомов, но я считал, что мы знаем алгебру. Что-то в геометрии мы вводим абстрактные объекты, точки прямые, аксиоматику, а в алгебре мы как бы знаем, что такое числа и как с ними действовать. Но формально вы, наверное, правы, потому что я несколько упрощаю ситуацию. Тарский, как я говорил, в начале вообще делал все в терминах вводимости, и он применял алгоритм свой для более широкого ситуации, для алгебричных замкнутых полей. Ему было не важно, что его объекты именно числа, а были важны некоторые свойства, которые были явно не сильно выговорены. Но у нас будут просто настоящие вещественные числа в качестве значения переменных. Еще вопросы? Тогда это разумное место устроить пятиминутный перерыв. Не возникли ли вопросы за время перерыва? Сейчас. Тарский не публиковал результат для алгебричных замкнутых полей? Да. То есть он не публиковал для веществ? Ну, вещественные преимущества. Почему? Ему нужно было такое условие для мангаченов в нечетной степени. А для нечетных это... Вы увидите, что этого хватает. Еще вопросы? Тогда? Значит, как я говорил, исходное описание было очень трудное. В прошедшее время многие авторы переизлагали алгоритмы и упрощали изложения, и теперь я могу его изложить за две пары. Вам такой автор известен? Один человек? Один. Один. А сколько вы насчитали здесь? Пять? Один. Ну и слово алгоритм. Что? Один? Один и слово алгоритм. Один и слово алгоритм. Вот «Аль Харизми» превратилась в нашем языке в алгоритм. Так что уже велика его заслуга перед нами. А какое еще слово в современном нашем языке связано с «Аль Харизми»? Алгебра. Он написал книгу, которая называлась Китаб Аль-Мухтасар Фисаб Альгабр Валькумбала. Вот эта Альгабр превратилась в нашу современную алгебру. Вы эту книгу не читали? А чему она была посвящена? В этой книге, по сути, что он делал главное? Он объяснял одно правило. Все из нас имеется равенство, и можно перенести члены из одной части в другую, изменив знак. Вот в этом и состоял, как я понимаю, основной результат этой книги. И мы сейчас воспользуемся этим результатом Аль-Харизми. А именно, я хочу немножко упростить наш язык. Так будет проще нам действовать. Это предыдущее определение языка А, где было сказано, что если p и q многочлены, то такие выражения являются элементарными формулами. Теперь я хочу ограничиться формулами вида многочлен равен нулю, воспользоваться результатом более чем тысячелетней давности. Значит, понятно, что мы при этом ничего не теряем. Но технически это нам будет удобнее. И хотя у нас есть все связки, я хочу разрешать и больше, и меньше. Мы эти случаи будем очень активно различать. Хотя можно было бы ограничиться и одними формулами, где стоит только знак больше. Итак, теория Матарского о том, что по любой формуле нашего теперь сокращенного языка А без суббонных переменных можно узнавать, за конечные числа ГОВ является ли эта формула истинной. Знаете ли вы алгоритм, пусть не для всех формул, а для каких-нибудь специальных формул? Все многочлены второй степени больше, чем второй степени. И что? Можно все свести к началу второй степени, введя новые неизвестные. Но если формула будет стоить в конечном поле, то можно выбирать все значения всех перемен? Да. Вот простейший случай, когда в формуле нет квантеров. Там нет суббонных переменных, значит, там одни числа. Значит, мы можем все подставить, посчитать и все выяснить. Это, так сказать, наша база. Мы начнем со случая одноквантарной формулы. Существует х фи от х или для каждого х фи от х. Формула, которая однопеременная. На самом деле, если понять, почему это работает для одной переменной, для многих переменных, ну, более-менее автоматически получится. Значит, главная трудность это сделать для случая одной переменной. Сейчас я попытаюсь объяснить, как это работает для одной переменной. Основная идея. Вот пускай у нас есть такая элементарная формула. И мы интересуемся, для каких лицов она истинна, для каких ложная. Когда она истинна? Можем нарисовать график этого многочлена. И здесь возникают выделенные точки в корне этого многочлена. Это формула истинна в этих точках в корнеах многочлена. И ложная вне этих точек. То есть эти точки особенные, если нас интересует истинность этой элементарной формулы. А вот точки, которые между ними находятся, для нас, на самом деле, как бы безликие. Какую бы точку мы здесь не взяли, всё равно будет неравенство. Ну хорошо, другой пример. Если у нас здесь будет 5 условий больше. Опять же, возникают особые точки в корне многочлена. Но теперь в них формула является ложной. У нас здесь стоит строго больше нуля. А между происходит по-разному. На этом открытом промежутке истинна, здесь истинна, а здесь ложна. И опять же, все эти точки между корнями для нас как бы на одно лицо. Там везде наша формула истинна, а здесь везде ложна. Но если будет знак минус, то все будет наоборот. Опять те же корни, только меняются цвета этих стрелок. Вот хотя квантеры, говорится, для каждого х по бесконечно множественных чисел, на самом деле нам достаточно рассмотреть конечное число случаев. И вот я расскажу сейчас алгоритм Тарского, но слово алгоритм я взял в кавычки. Потому что это не будет настоящий алгоритм. Настоящий алгоритм, почему это не настоящий алгоритм? Потому что будет непонятно, как его выполнить. Я позволю себе некие действия, которые выходят за рамки, скажем, машины Тюринга. Будем действовать следующим образом. Возьмем формулу Фи от Х и выпишем все многочлены, которые в нее входят. Ну, кроме торжественного нуля, если он там оказался. Найдем множество N, состоящее из всех корней всех этих многочленов. И будем считать, что мы эти корни упорядочили по возрастанию. Затем мы расширим это множество N до множества M. Значит, в M входит наше N и какие-то еще числа. И потребуем от этого расширения двух свойств. Вот формально выписано первое свойство. На самом деле оно говорит просто следующее. Что между левыми двумя Х найдется Y. Какого ни было I от 0 до N. Найдется такое J в этих же пределах. В пределах до M, простите, здесь должно быть M, конечно. Лежащее между этими точками. То есть мы вставляем между каждой парой соседних чисел по крайней мере одно новое число. И добавляем еще два условия. Y нулевое должно быть меньше всех Х, лишь будет левее. А YM должно быть больше всех Х, лишь будет правее. А дальше мы делаем следующее. Мы говорим, что формула существует Х, феат Х истина, если только если, истина такая дезюнкция. Феат Y0 и так далее, феат YM. А формула для каждого Х, феат Х истина, если только если, такая конъюнкция истина, феат Y0 и так далее, феат YM. Вот это решающая идея алгоритма Тарского. Заменить квантор по бесконечному несчетному множеству вещественных чисел квантором по конечному множеству специально выбранных чисел. В качестве этого множества выбираются корни всех многочленов, к которым добавляются точки между каждой парой соседних корней и две точки меньше всех корней и больше всех корней. Значит, это критический шаг в алгоритме. Вопрос, понятен ли он? Я на тех картинках объяснял, что нам безразлично, какое число брать, если мы находимся между корнями. Что корни играют выделенную роль, а всё, что между ними, на нашем языке совершенно безликое. Нас только интересует больше, меньше или равно нулю. Равенство нулю мы выговорили специально, а насколько больше, насколько меньше, нас не волнует. Понятно? А вот у меня только одна вещь непонятна. Это знаете, как мышки собрались бороться с кошкой и придумали план. Надо кошке повесить на шее колокольчик. Когда она будет приближаться, будет слышно и все разбегутся. Вот план мы разработали, а как его выполнить? Какие здесь трудности возникают? Вот непонятно, что такое найти все корни и так далее. Первый шаг такой. Вот здесь было сказано, как-то добавить эти точки. Я хочу регламентировать выбор этих добавленных точек. И сделать это на основе такой очевидной теоремы. Если имеется наш многочлен, вот он, черный, и мы рассмотрим его производную, то нули производной соответствуют экстремумам нашего многочлена. И между двумя нулями многочлена имеется обязательно ноль производной. Между этими двумя нулями имеется максимум, значит здесь ноль производной. Между этими двумя нулями здесь минимум, здесь ноль производной. Между двумя нулями функции непрерывно дифференцируемой лежит обязательно ноль ее производной. Теорема первого курса анализа. Понятно? И поэтому я излагаю вторую версию, более детерминированную. Первый шаг такой же. Мы делаем список всех многочленов. Мы их все перемножаем, находим многочлен по нулевое, и строим в качестве множества n множество всех корней этих многочленов. При этом автоматически между корнями этих многочленов будут лежать точки нули нули вот этой производной. Нули многочлены по нулевое, которые есть в этой производной. Так что, даже не зная корней этих многочленов, мы автоматически получаем точки между ними. Нам надо только позаботиться о двух крайних точках, которые мы введем явно, которые не получаются в той теореме анализа. Значит, мы можем расширить множество, добавив еще две точки, которые обозначают x- минус бесконечность и x плюс бесконечность. Ну, на самом деле, их значения для нас тоже не важны. И дальше мы говорим все то же самое. Формула существует x-фет-x истина, если только есть такая дизюнкция истина, а формула для каждого x-фет-x истина, если такая конъюнкция истина. Стало ли нам легче? Ну, немножко. Нам все равно непонятно, как искать все корни всех этих многочленов. Я сказал множество. Значит, множество по определению это то, что каждый раз ходит однажды. Если многочленные методы общие корни, ну, хорошо, возьмем один раз. Я не говорил, что мы будем брать индивидуально их объединять. Просто берем множество чисел, так что все корни в нем находятся. Нет, кратные нам не нужны. Давайте наведем некий порядок в выполнении этого алгоритма. Ведем понятие таблицы Тарского. У самого Тарского не было такого понятия, у него был более словный язык. Таблица Тарского вводится формально для некоторого набора многочленов. Каких угодно. Я пока ничего про них не говорю. Это такая прямоугольная таблица, в которой стройки соответствуют этим многочленам. А столбцы помечены некоторыми числами. И мы будем требовать следующих свойств. Да. А в клетках стоят соответственные значения этих многочленов на этих точках. То есть здесь везде стоят значения вегрожитые, а здесь значения этого многочлена во всех этих точках. И мы будем требовать от этих чисел, которые стоят наверху, выполнения двух условий. Да, вся таблица заполнена. Два условия. Три условия, значит, будет. Значит, первое, что эти числа идут строго возрастая. Второе условие говорит, что если у нас имеется многочлен, который не является отличным на нулём, наоборот, значит, это условие объясняет причину появления некоторого числа здесь. Если у нас здесь есть некоторое число, то должен найти такой индекс i, что многочлен i, отличный от точечного нуля, и он обращается в ноль. То есть все числа, которые стоят наверху, кроме двух крайних, обязаны быть корнями одного из этих многочленов. Никаких других чисел мы здесь не разрешаем. А второе условие противоположное. Если у нас имеется многочлен, который отличен от точечного нулевого, и у него есть некий корень, то он будет среди наших иксов. то есть здесь стоят все корни этих многочленов, и только они. И каждый только один раз, мы здесь берём строгие неравенства. Понятно определение таблицы? Хорошо, значит, мы ввели понятие таблицы, мы сможем в очередной раз переформулировать алгоритм в кавычках. Оставляем список всех многочленов, добавляем производного произведения, строим таблицу Тарского для этих многочленов, а затем начинаем вычислять значение нашей функции φ для каждого столбца. Вот есть некое число, и мы должны выяснить, наша формула истинна или ложна на этом значении аргумента. Но теперь мы не занимаемся вычислением наших многочленов в этой точке, а у нас уже здесь стоят посчитанные значения. То есть на этом шаге мы смотрим только на содержимое этих клеток. Мы не занимаемся реальным вычислением значений. мы подставили и получили таблицу, в которой стоят числа. а потом, когда мы считаем значение формулы φ, мы смотрим только на то, что у нас стоит в клетках таблицы. Это просто графическая запись того, что мы делали раньше. Пока что ничего большего нет, но это нам будет удобно дальше. Ну и дальше такое рассуждение для проверки формулы. нам достаточно проверить, что получается во всех этих точках. Итак, нам бы хорошо было научиться строить таблицу Тарского. Но это непонятный объект, что там стоят какие-то вещественные числа. Давайте мы облегчим нашу задачу. Не будем делать лишнего. Будем лентяями. Введём понятие сокращённое таблице Тарского. Будем писать в клетке не значение многочленов, а только знак плюс, минус или ноль. Ведь нам этого хватит, чтобы узнать формула истинно или ложная. Что в формуле только стоят условия, что на каких многочлен больше нуля, меньше нуля или равен нулю. И нам достаточно построить сокращённую таблицу Тарского. И что важно, нам теперь не нужны эти значения вообще. Можем мы их выкинуть. И сказать, что сокращённое таблице Тарского это такой объект, который получается из полной таблицы Тарского в результате двух операций. Мы заменяем значение многочленов на плюс, минус или ноль и удаляем все метки столбцов, кроме двух крайних, которые на самом деле символические. или можно сказать наоборот, что сокращённое таблице Тарского это такая таблица, которая может быть преобразована в настоящую таблицу путём добавления каких-то чисел для столбцов и проверки и замены значений плюс, минус и нуля на значения многочленов. Это нас приближает к сгазе Тарского потому что этот объект уже вполне конструктивный, уже вполне можно его смоделировать в памяти компьютера. вот простая лемма знаки минус и плюс не могут стоять в двух соседних по горизонтали клетках. Почему? Потому что если у нас где-то стоит значение плюс, где-то стоит значение минус, то между ними будет значение 0, а оно обязано присутствовать по нашим антрированным таблицам Тарского. В очередной раз излагаю алгоритм всё ещё в кавычках. Создаем список всех многочленов, считаем производное произведение, строим сокращённую таблицу Тарского, вычисляем значение φ для каждого столбца, нам для этого хватает только содержимого этих клеток и решаем верна ли не верна формула с квантерами. Теперь у нас везде вполне конструктивные объекты, надо только научиться строить сокращённую таблицу Тарского. И удивительное дело, что это можно сделать, не вычисляя никаких корней вообще. вот мы хотим построить сокращённую таблицу Тарского. один фокус состоит в следующем. Мы будем строить сокращённую таблицу Тарского не для произвольной системы многочленов, а для системы многочленов, обладающей некоторыми специальными свойствами. Одно свойство таково. Система функций называется полонасыщенной. Если вместе с каждой функцией, она содержит и её производную. Лемма. Каждую конечную систему многочленов можно расширить до конечной полонасыщенной системы. Почему? И что? Ну, возьмём у всех многочленов производные добавим, а потом у всех из получивших возможностей производные добавим. Призводные будут, в конце концов, каждый раз понимаешь, это да. Вот это одно из мест, где очень важно то, что мы имеем дело с поленомами. Мы можем к системе добавлять производные, 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 равные точечному нулю. Поэтому алгоритм Тарского нельзя обобщить на другие функции. Если мы скажем, велик экспоненту в синусы, косинусы, то там у нас возникли бы проблемы, мы бы не смогли систему насытить. А мы увидим, что свойства полонасыщенности, свойства создать производную, очень важно для дальнейшего. Ещё одна лемма. Если система полонасыщена, и многочлен отличен от различного нулевого, то символ 0 не может стоять в двух соседних клетках. Вот такой ситуации быть не может. Почему? Правильно, если у нас здесь стоит два нуля, это не то есть ноль, то между этими двумя нулями функция достигала бы максимум или минимума, там производная обращалась бы в ноль, производная должна была быть в нашей таблице, и все корни должны быть представлены у нас столбцами. а раз здесь стоят последовательно два числа, то между ними никакого нуля производной быть не может. Так что двух нулей подряд быть не может. Если были полонасыщенные системы, теперь будут насыщенные. Это определение полонасыщенной системы. Полонасыщенная система называется насыщенной, если вместе с каждыми многочленами, такими, что степень этого строго больше нуля и не большей степени этого многочлена, система стадирует и остаток отделения одного многочлена на другой многочлен. Что такое остаток отделения многочлена на многочлен понятно? мы формально можем написать такое равенство всегда, где q это не полное частное, а r остаток и его степень меньше степени этого многочлена. Вы умеете делить многочлен на многочлен? Столбиком. Не важно как, главное, чтобы получить ответ. И вот вторая важная лемма. Каждую конечную систему многочленов можно рассверить до конечной насыщенной системы. почему? Опять же, мы берем систему, если там нет какой-то производной, мы ее добавляем, если есть два многочлена и еще нет остатка, мы его добавляем. Сколько степень каждый раз уменьшается, то процесс оборвется. это второе место, где важно, что мы работаем с многочленами и для произвольных функций просто у нас нет понятия деления с остатком. Еще одна важная лемма. Пускай у нас есть насыщенная система многочленов, и степени идут в порядке неубывания. И мы откинули последний многочлен. Тогда то, что осталось, тоже будет насыщенной системой. Почему? Потому что он не могло быть ни производной, ни остатком удаления. Да. Потому что этот многочлен имеет самую большую степень, и он нам требуется ни в качестве производной, ни в качестве недостатка. Так что начало всегда мы откинули одно, можем откинуть сколько угодно, и всегда у вас будет получаться снова насыщенная система многочленов.